МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Торопиться некуда. Это правда. Желание родителей отдать пораньше. Но зачем? Для чего? Не стоит торопить. Потому что такие дети часто не самые маленькие в классе, часто им небезопасно рядом со сверстником. Ведь разница между 5 и 6 годами еще велика. Между 6 и 7 годами тоже достаточно велика. И быть самым маленьким в классе, ну, не для каждого ребенка это удовольствие. Амир Туников без пяти минут первоклассник. В сентябре ему исполнится 7. Весь предыдущий год Амир ходил на подготовительные курсы, знакомился со школой, учителями и уже успел многому научиться. Я научился красиво писать. Научился писать печатными и прописными буквами. Научился читать. Я очень хочу читать истории всякие. Мама Амира признается, решение идти в школу в этом году было непростым. По возрасту Амир мог пойти в первый класс и в следующем учебном году. Мы долго думали и сомневались. И, соответственно, решили, что подготовка к школе расставит все на свои места. Успех появлялся все больше и больше. И ребенок проявлял себя уже по-взрослому. Решал небольшие какие-то внештатные ситуации самостоятельно. Сам собирал рюкзак, сам шел в школу. И уже по тестированиям и по беседам с психологом стало понятно, что действительно ребенок прошел большой путь, он адаптировался, такая некая годовая трансформация была. С подготовкой к школе важно не переусердствовать, отмечают психологи. Программу первого класса проходить заранее не нужно. Задача родителя по отношению к школе – сформировать ее положительный образ, познакомить ребенка с учебным заведением и с концепцией процесса обучения. Подготовительные занятия в детском саду или при школе два раза в неделю по часу с этими задачами справляются. Если ребенок идет в школу абсолютно готовый, умея все, ему просто будет в первом классе неинтересно. И навык учиться у него потеряется. Он придет в первый класс и вместе со всеми будет палочки выводить, зашлиховывать буковки. И ребенок, который бегло пишет, ему будет просто неинтересно, нечего делать в этом первом классе. Поэтому дайте ему лучше доиграть в свои 5-6 лет. Сохраните детство и пусть в школу идет с готовностью учиться, с интересом к тому, что там будет. В период подготовки к школе специалисты советуют не забывать и о здоровье будущего первоклассника, оценить его общее физическое, психоэмоциональное состояние и укрепить иммунитет. В прогулке правильное питание не забывайте о режиме дня. Он не должен уходить. Сейчас очень много фруктов, овощей, которые мы непременно должны давать детям. И еще крайне важно, я об этом обязательно всегда говорю, это витамин D. Не важно, что у нас сейчас солнце, это не важно. Этот витамин дается в обязательном порядке с нуля до 18 лет, каждый возрастной период, у него определенная доза, и об этом тоже нужно помнить. Вот это тоже все, это вместе является подготовкой. По мнению педиатров, одним из критериев успешности для первоклассника становится правильная речь. Для нашего героя Амира подготовка к первому классу началась с посещения логопеда. Ребенку гораздо проще будет усваивать информацию и понимать информацию, ее воспроизводить, если все в его голове, в порядке с звуками, буквами. Когда ребенок смешивает звуки, в первом классе всплывают уже более серьезные проблемы, потому что он неправильно воспроизводит написание слова. Ему кажется, что он произносит его так, соответственно, он его и пишет так. И там уже как снежный ком идут ошибки в диктантах, ошибки в написании. Психологи обращают внимание на важность фигуры педагога. Насколько это будет отзывчивый и грамотный человек, зависит успешность адаптации первоклассника в новом коллективе и в новых для него условиях. Задача родителей – найти для своего ребенка того самого первого учителя, который будет вести за собой и сможет заинтересовать учебой. Если вы видите человека выгоревшего, которому уже не до детей, которому не очень интересно, скорее не стоит. А как это можно понять? Приходите в школу, в ту, которую вы наметили. Приходите, посмотрите, поговорите с мамочками во дворе. Это самые лучшие критики, которые вам скажут, что они думают по поводу этой школы, по поводу этого педагога. Просто вот такая беседа вам на самом деле даст очень много. Лучшая подготовка к школе – это время, проведенное с родителями, отмечают психологи. Вместе читать, смотреть познавательные фильмы, обсуждать их, играть в развивающие игры, проводить время на воздухе. Специалисты видят в этом больше пользы, чем от непрерывного написания букв и предложений. Работодатели не уточняют, во сколько лет вы научились читать и писать. Но, тем не менее, быть готовым к школе нужно. И для родителей это задача со звездочкой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова